Здравствуйте, дорогие друзья! Вчера исполнилось ровно 9 дней, как ушел из жизни. Человек, который меня связывал гораздо больше, нежели сотрудничество в программе «Параллели». Это доктор исторических наук, профессор Рязанского государственного университета Юрий Ивениаминович Гераськин. Осталось два выпуска программы «Параллели», которые еще не вышли в свет. Первую программу, посвященную патриотизму, сейчас вы увидите на своих мониторах, на своих телефонах. Я не буду ничего говорить о нем. Хотя сказать могу очень много хорошего о нем. Не потому, что он умер мертвых или хорошо, или ничего. Действительно, он был нормальный русский мужик, прежде всего. Лучше я предоставлю слово его бывшему студенту, а ныне протоиерею Дмитрию Фитисову, который и опевал Юрия Вениаминовича. Это одна из двух программ, которая посвящена его памяти. Мы с вами не оставим в молитвах вспоминания нашего преснопамятного друга, наставника, человека, который многих из нас учил, со многими трудился, работал бок о бок, не одно десятилетие. Будем с вами молиться за Юрия Вениаминовича. Это удивительный человек. Все-таки, при всем уважении к коллегам, но история, это все-таки достаточно идеологизированная дисциплина. И среди профессиональных историков, тем более профессоров, тем более докторов наук, вообще очень редко можно встретить верующего человека. Но Юрий Вениаминович, он был не просто человеком религиозным, он не просто время от времени посещал храм. На самом деле, он очень хорошо знал предмет веры, он очень хорошо знал священное писание, очень хорошо знал труды святых отцов. То есть, он очень серьезно в своей жизни смог погрузиться в православную традицию. И, наверное, для каждого из нас это будет таким примером, верю, что Господь простит ему все прегрешения его, вольные и невольные. Будем об этом молиться. И если в молитвах не оскудеем, то и нас Господь утешит, поможет нам перенести нелегкую горечь утраты и вообще вот это нелегкое время, которое мы сейчас с вами переживаем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Параллели». И сегодня, может быть, одна из самых важных на сегодняшний день тем, это патриотизм. В студии сегодня уже традиционно историк, доктор наук, профессор Резонатского госуниверситета имени Есенина, Юрий Вениаминович Гераскин. Добрый день! Здравствуйте! Ну что ж, патриотизм, что это такое? Это, наверное, есть патриотизм. Патрия, да, это Родина. Родина, да. Ну, о чем вот, может быть, мы с вами сегодня поговорим? Патриотизм отличается от национализма. Какой бывает патриотизм? Я, например, вот считаю, что есть спортивный патриотизм. Есть такой? Есть и такой. В спорте, да? Есть, да. То есть я всегда болел за сборную СССР, по хоккейю, люблю хоккей до сих пор, но сейчас немножко мой как-то пыл, как болельщика, под утих. Вот об этом поговорим. И чем патриотизм, допустим, отличается от национализма? Есть же такое понятие, да? Да, они порой близко лежат. Они близко, но тем не менее, это не одно и то же. Но это национализм, это уже крайняя форма выражения некой преданности идеи или личности, или какому-нибудь суверенному государству, но уже с нотками, как мы говорим, шовинизма. С вами программа «Параллели», доктор исторических наук, профессор Юрий Гераськин. Партнером сегодняшнего выпуска выступает автотехцентр «Московский» на улице Костачева. Здесь умело крутят гайки профессионалы, но не прикручивают цены. Что такое вообще патриотизм? Начинают обычно, как говорится, от печки танцевать, а мы начинаем от определения. Что такое патриотизм? Патриотизм происходит от слова «патрия», родина. Это любовь к родине, к отечеству, к отеческим гробам. Это... К ромашкам. Ну, березкам. К русским березкам. Патриотизм – это немножко побольше. Ну, это люди еще называют, есть такой термин «сахарный патриотизм», это некий умерительный патриотизм. А квасной патриотизм. Хотя, честно говоря... Ну, терминов этих много, но, вы знаете, детей, наверное, иногда надо воспитывать, ну, малых детей, иногда к любви, к природе, к русской березке. Это в таком возрасте, разумеется. Вот. Но не сводить, конечно, все дело патриотического воспитания. К умилительным этим... Ну, да, да, да. Обычно вот сейчас, например... Хотя культура, культура, сохранение русской культуры – это дело патриотическое. К сожалению, она, вы видите, разваливается, она иссякает, утончается, и сберечь ее, вот нашу национальную идентичность, это очень большое дело. Хорошо. Вот смотрите, когда я слышу слово «патриотизм», я вспоминаю трех людей. Трех. Это Джонсон, это Толстой. Ну, Джонсон, ладно, пусть скажет, вот он там прозападник. Хорошо, Толстой и Салтыков-Щедрин. Джонсон говорит, что это патриотизм, это прибежище негодяев. Толстой говорит, что это рабство, ну, есть у него такое выражение. И Салтыков-Щедрин, которого частенько связывают, очень часто связывают с Рязанью. Не случайно. Много кричат о патриотизме, там воруют. Ну, это высказывание известное, конечно, но надо иметь в виду, что они носили конкретно исторический характер. Ну, понятно, что когда Салтыков-Щедрин работал вице-губернатором в Рязани, ему приходилось сталкиваться с элементами коррупции, с воровства, казнократства. И, кстати, он был большим противником всех этих злоупотреблений. Не случайно его даже было прозвище в вице Робеспьер. Робеспьер, напомню, это великий французский революционер времен Великой Французской революции. Далее, Лев Николаевич Толстой. Ну, понятно, что высказывание о рабстве тоже известное высказывание, но оно конкретно исторический характер носило, поскольку он был великим гуманистом, сторонником раскрепощения русской души. И самое любопытное, что у него еще есть добавление к этому Крафсу. Он писал, что есть дурной патриотизм, есть добрый патриотизм. То есть патриотизм может носить как положительную, так и негативную или отрицательную окраску. Ну, а что касается Джонсона, это англичанин, но тоже конкретно историческое. Это больше он писал, эта фраза относится к партии Вигов, Виги и Тори, в которой вот Виги, они играли как раз в национальный патриотизм, поэтому это высказывание относится к конкретному случаю, и нельзя, конечно, его обобщать. Но также нельзя обобщать высказывания Ленина. Ленин, когда началась Первая мировая война, в манифесте ЦК РСДРП, заявил о том, что патриотизма нет, рабочие не имеют своего отечества. Ну, вы знаете, что партия большевиков выступила против поддержки собственного правительства в войне. То есть, ну, она была единственной. А социал-демократы, кстати, Европы, в том числе немецкие, они выступили за ассигнование Рейстага денег на военные действия в годы Первой мировой войны. Не случайно было деление такое на антипатриотов и на оборонцев. Те, которые выступали против поддержки собственного правительства, и те, кто выступали за поддержку действий своих правительств в годы Первой мировой войны. То есть, все это конкретно исторически, и поэтому, конечно, нужно анализировать применительно к эпохам, конечно. Но хотя определенное рациональное зерно есть, мы знаем, что все-таки порой это нам дает медиа пространство, что многие из, так скажем, коррумпированных чиновников, которые попали в руки правосудия, они слыли большими патриотами, они прикрывали собственную духовную наготу вот этими громкими словами. Ну вот, как раз, я почему и привел последним Салтыкова щедрена. Если много кричат, значит, а по третям, значит, там ворота. Ну, естественно, что... Даже вот смотрите, даже такой момент, я извини, такая реплика, меня упрекают, иногда стали упрекать, вот ты критикуешь постоянно действующую власть, какой ты христианин православный, власть от Бога, какой ты патриот, когда ты видишь все время плохое, 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 от тебя только плохое. Ребята, ну кто и девчата, кого я назвал каким-то нелестным эпитетом? Или я что-то не так сказал? Если вы не дорабатываете, значит, вы и не дорабатываете. Если есть болевые точки, они есть болевые точки. Но они же работают на пользу отечества, и поэтому, естественно, нужно показывать участки, где они не дорабатывают. Да, я-то посыл такой, дай, но мне говорят, вот надо говорить, о чем в хорошем говорить. Хорошо, вот даже такой момент, да, 80 лет было контрнаступление под Москвой. Да, много ответили, пришли вот люди, чиновники, что-то я такого не видел. дежурные вот эти все фразы, они произносятся только по каким-то вот, скажем, по рэперным этим, по контрольным точкам. Так, так, был такой, был такой. Был и парад. Вот, допустим, дальше, хорошо. Судьба уже. Значит, да, да, вот, вот, я про этот парад, вот, может быть, не кон, ну, про парад, в общем-то. Кто? Вышла в «Справедливая Россия за правду»? И еще там кто-то. Все, все. Больше остальные все. Это был как раз выходной день, если мне память не изменяет. И все. Ребята, какой-то патриотизм. Ну, какой-то патриотизм. Вы хоть какой-то неформально. Я все время за то, чтобы неформально вот это был патриотизм, да? Дальше. Вот, хорошо. Их очень мало. Я сейчас остановлюсь на этом. Очень мало осталось ветеранов Великой Отечественной войны. Да, сейчас их... Это, конечно, простите за цинизм, но для многих депутатов и чиновников это выигрышная тема стала. Какие-то преференции ветеранам Великой Отечественной войны. Ну, или детям войны. Но до сих пор, до сих пор в Рязанской области не принят закон о детях войны. Это что, патриотизм? А они скоро уйдут. Я о чем говорю? Я вот это критикую, мне говорю, да ты вот такой сякой. А в чем я неправ на? Дальше. Следующий вопрос. Вот почему я на эти моменты... Можно... Есть... Вот смотрите. Есть военный патриотизм. Да. То есть патриотизм... Военно-патриотическое воспитание. Военно-патриотическое. Но есть и патриотизм мира. И как трудно вот в мирное время слыть настоящим патриотом. Я считаю, это гораздо труднее. Войное время войны началась. Ты взял винтовку, автомат и пошел там воевать, да? Ты патриот своей страны. Ты кладешь душу за други своя, да? А вот в мире, как в мире? Намного сложнее же, правильно? Ну, разумеется. Дело в том, что военный патриотизм может перерасти в милитаризм или в шовинизм при неправильном подходе. Ну, вот... Почему я термин шовинизм? Николас Шевен. Это был сторонник Наполеона. Он восхвалял императора, считал все его действия правильными и не оставлял его своим вниманием даже после 100 дней Наполеона, после проигрыша его при Ватерлоу, после изгнания его в ссылку вторую. Он остался верным и преданным. Такие люди были, как он. Воины великой наполеоновской армии, которые совершили столь неудачный и плачевный поход на Россию. И вот по поводу ваших высказываний, вот как это все соединить, вот не только в местной жизни, не только в местной истории, но и в русской истории, вы знаете, были различные моменты. Были и элементы патриотизма, были элементы предательства. Мы знаем, что в годы даже Великой Отечественной войны раскололось миллион. Коллаборационистов сражалось против нас. Люди попадали в плен, вели себя по-разному. У многих не проросла обида за то, что происходило в 30-е годы. И вот здесь рекомендуется, на мой взгляд, такой подход. Вот как-то признать эти недостатки, признать все эти негативы, что они были, есть, не замазывать. Нет, но не замазывать их, а просто не оправдывать ни в коем случае, а просто признавать, видеть их, и в то же время, как бы, признать, что у нас своя ментальность, свой цивилизационный путь, свои подходы к тем или иным вопросам, отличные от подходов всего мирового глобального человечества. Согласен. Вот смотри, даже корнями мы уходим, да? Если брать, некоторые говорят, вот, Рязань туда-сюда. Рязанцы, мы гордимся тем, что Рязань первая сожгла Москву. Это патриотизм, или это не патриотизм? Ну, в период существования междоусобных княжеств и борьбы между ними за приоритет в русских землях, конечно, это было вполне закономерным явлением, поэтому мы не можем сказать, что Олег Иванович Рязанский такой гнусный антипатриот, но он действовал ради своей земли, ради своего княжества, ради своих земляков. Согласен, согласен. Поэтому это тут очень сложно. Да, но, конечно, очень многие спекулируют, джонглируют вот патриотизмом, где-то нужно понять меру их искренности, вот, к сожалению, это и есть. Вот вы с термином, там, ура, патриотизм померяли, но и такое есть, вот когда это сводится к показухе, к фальше. К сожалению, все чаще и чаще почему-то. Часто бывает именно так. Но это, кстати, проявляется больше в последнее время, в последние годы. Дело в том, что в России Конституция РФ запрещает пропаганду какой-то либо определенной идеологии, вот, статья 13 Конституции, и длительное время, поэтому у нас в России никак не могли найти так называемую национальную доктрину. Сейчас, кажется, нашли, это как раз патриотизм или идеология победы, вот, по крайней мере, вот, последним событием, которое освещало широкую тему, было заседание изборского клуба 26 ноября прошлого года, где... Присылал вам я. Да, 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 где вот Виталий Аверьянов сделал интегрированный доклад идеологии победы. В общем, конечно, там много метафор, там много, ну, таких вещей, как, например, русская мечта, там, или, ну, или, например, великий потоп, или, например, в Ноев-Ковчег. Вот, великим потопом представители изборского клуба называют глобализм, глобальную политику, которая ведет, по их мнению, к хаосу в мире большой нестабильности, и предлагают как-то дистанцироваться от этого глобального мира, превратить Россию в некий в Ноев-Ковчег, некое прибежище не только русских, но и нормального, местами пострадавшего человечества в некую единую цивилизацию. Может быть, это произойдет путем, конечно же, интеграции тех остатков Великой Российской империи, которые разошлись по своим квартирам. Я не знаю, как это произойдет, но вот они выдвинули идею идеологии победы. Они считают, что населению, прежде всего, молодежи, нужно внушать идею, что они наследники победы, что существует наследие победы. Согласен, вот с этим я согласен. Не только военные победы, они, к сожалению, сводят больше к военной. Вы знаете, что у нас были трудовые победы, и мы живем достоянием еще советской эпохи. Второй послевоенной индустриализации, не случайно, но это был амбициозный вызов, шла гонка держав, в том числе экономическая, военная, и вы знаете, даже станки выпускались, ДИП, догнать и перегнать. И в этой гонке русские люди показывали, молча причем, без афиширования, без медалей и орденов, показывали чудеса трудового патриотизма. Есть и трудовой патриотизм, не только военный, но и трудовой. Вот и об этом, патриотизм мира. Хорошо, вот я вам такой момент. Ну, то есть, наследие, как бы, патриотизма и победы... В пику. В широкой, да-да. Широкая, хорошо. В пику этого. Валентина Матвиенко говорит, вот там, про военкоматы, помните ее выражение? Ну, да-да-да. Побегут по военкомату, а ей говорят, во, никто в военкомат сейчас не побежит, записываться добровольцами, так ли это? А вот, вы знаете, я с удивлением прочитал новостную ленту, это было в конце прошлого года, что это по отчетам признанной компании, что молодежь стала более охотно идти, ну, если нет противопоказаний серьезных по здоровью, идти служить в армию. Ну, конечно, сроки сокращены, вы знаете, это уже не прошлые 3-2 года, это меньше гораздо. Но, тем не менее, они пошли в армию. Почему? Ну, вот, на мой взгляд... Как офицер, скажу, что, который служил в стратегическом звене управления, может быть, там, в оперативном и в тактическом звене управления и можно было использовать рядовых срочной службы, но, как правило, они выполняли функции какие? Самые элементарные. Какие-то серьезные боевые задачи, конечно, решал институт прапорщиков и офицеров. Но сейчас нет института прапорщиков. Нет, я вот к чему говорю, к чему я говорю, то есть, контрактники, ну, по большому счету, обобщить, обобщить, да, сейчас вот там сержанты, контрактники. Хорошо, поэтому я считаю, я только за, за то, что год парень должен почувствовать, как, что это такое воинская служба, должен понять, неправильно, может быть, не должен, если он хочет, да, но вот этот за 90-е, за нулевые годы, вы говорите, это, конечно, плюс, но, на мой взгляд, выхолощена, вот это вот, вот это понятие священного долго перед Родином, а я ничего не должен. Нет, ну, порой подменяется прагматизм, потому что заниматься госслужбой без армии в ряде сейчас сфер управления, в том числе селом блоки, как бы невозможно. что же правильно. Ну, я правильно, но тем не менее, молодежь, та, которая ориентирована на работу, на карьерные какие-то побуждения, она это тоже учитывает. И просто это, это не только неудачники, которые не поступили в ВУЗ, конечно, не надо думать, что это так, это люди, которые всерьез и надолго решили связать свою судьбу с государственной службой. А я такую вот вещь, вещь такую сейчас скажу, которая, может быть, если бы, очень не понравится. Была слабая Россия, была слабая, армия, что-то к армии, армия, это слепок общества, как и церковь, впрочем. Значит, была слабая Россия, была слабая армия. Ребята не хотели идти туда служить. Ну, молодежь, она все-таки, это мы, многие, не мы, я-то не считаю так, многие считают, что молодежь, она там неопытная, ее надо все учить, поучать. Да нет, я белой завистью завидую молодым людям, они практичны, я уже говорил об этом, повторяться не буду. Молодцы, у нас хорошая молодежь сейчас растет. Ну, не опасались и национальных, этих внутренних, национальных конфликтах. я вот о чем, все зависит от общества. Сейчас, как бы ни говорили, но Россия, я считаю, приподнялась с колен, не так прислушивается к диктовке Запада, как бы то ни было, и вот последние события, это мой пример, поэтому она же молодежь это почувствовала, и может быть, это даже модно стало. Ну, разумеется, возвращается мода, советская мода, помните, на армии, когда не служившие в армии молодой человек, считался неким ущербным существом, да, такое отношение, по крайней мере, формировалось. вот мы все про армию, про военные, давайте про мир, ну, давайте про мир, вот вы сказали, что вот сферу журналистики, но вы работаете в сфере спорта, там есть патриотизм? А как же, а как же, но в очень мизерной форме. Ну, как, ну, патриотизм спортивный, фанатов, это что, не патриотизм? Ну, у меня, знаете, очень такое, двоякое ощущение, начнем со спортсменов, да, вот со спортсменов. Раньше, раньше, да, когда были усредненные, скажем так, зарплаты, не было этих миллионов, в хоккейных, куда про хоккей, да, хоккей, вроде считается русской, такая игра, когда не было таких, этих миллионных зарплат, да, они хоккеисты, конечно, это большая честь, это великая честь, выступить за сборную страны, но за сборную страны-то не платят такие миллионы, когда играют, и поэтому вот этот прагматизм выходит на первую, ну, пригласили, пригласили, ну, сыграю, сыграю, а вот в НХЛ, да, то есть, вот, на мой взгляд, перевесило, вот вам, пожалуйста, патриотизм, или что это? Раз. Второй вопрос, значит, стало модно среди болельщиков, это точно, я знаю, вот покрасоваться где-то там на чемпионате мира, к примеру, по хоккею, да, поездить, поездить, это свое, показать, похулиганить, похулиганить, город показать, там, Тверь, Рязань, о, Тверские, о, Рязанские там на этих, вот эти вот все, разные там маски, вот эти все, атрибуты хоккейных болельщиков, но я считаю, это никакой не патриотизм, не патриотизм, а есть, фанатизм даже, такой, патриотизм, он подменен фанатизмом, как говорят, наша команда лучше всех, наша команда, вот как этот, мантру такую, ну чем она лучше-то, ну ты болеешь, ты поддерживаешь, ну не надо вот этого, лучше всех, лучше всех, лучше всех, это меня тоже, знаете, мягко говоря, как на коробке. Ну а столкновение молодежной сборной России с командами? Хорошо, это, вот и это, вот это как раз уже, я считаю, патриотизм, вот на молодежном уровне, они еще не профи, да, им еще не светят эти огромные миллионные контракты в НХЛ, для них еще родина, это мое мнение, для них родина-то еще не вторичная, перед зарплатой, поэтому там вот эти столкновения происходят, нет, не согласны? Ну молодежные амбиции, молодежный пыл, молодежный темперамент, конечно, здесь присутствует, разумеется, но согласен, потому что здесь они более искренни. Вот, и спорт другой. Согласен, такое есть, к сожалению, вот мы видим часто в патриотизме, или под прекратием патриотизма какой-то самопиар, какой-то вот показуху, а здесь, я думаю, это достаточно искренне. Вот, и когда говорят, что вот молодежь у нас такая-сякая, это первое. Второе, раз мы заговорили по спортивный патриотизм, у нас что, как журналист говорю, у нас что сейчас приветствуется? Интриги, скандалы, расследования, да, с легкой руки Глеба Пьяных это все внесено, спорт у нас далеко не на первом месте, эти спортивные какие-то достижения, они далеко не на первом месте, правильно? Правильно. Но массового спорта сейчас нет, я так понимаю. Так спорт он стал, вот берем опять же хоккей, да, почему мы проигрываем, почему мы проигрываем, потому что раньше был отбор, а сейчас набор, то есть если есть лавандосики у родителей в той же Рязани, он может позволь себе папа с мамой отдать сыну на хоккей, но одежка, пацаненка, одежка, да, экипировка стоит 50, от 50, одежка вратаря от 100, от 1000, ну понятно, что 1000 рублей, 100 тысяч рублей, кто способен из бюджетников одеть, он будет семипяди во лбу, но это первое, второе, значит, хоккей, я вот про хоккей, только, я разбираюсь в хоккее, надеюсь, значит, даже тренировочный процесс построен так, что это он полностью коммерциализован, ну о каком патриотизме мы речь, можно кричать, там носить майку, Россия, написать СССР, вот как надела наша сборная и опарафинилась перед финнами, так, так, вот и все, поэтому у меня, знаете, к этому показному патриотизму у меня такое, можно сказать, даже так, негативное отношение. Согласен, есть патриотизм дело, есть патриотизм слово, не хотелось бы, что это превращалось только в слово или в слоган, чтобы это было и дело, практическое дело и практическое воплощение и осознание, а не просто вот выкрикивание каких-то лозунгов, дудки, маскарады и так далее, или наклейки на машинах и так далее, и тех или иных атрибутов. Ну вот, интересно про патриотизм, все-таки вот идеология победы, еще раз хотел к этой идее вернуться. Вот, мы должны этому, к чему я говорю, идеологии, мы должны быть пропитаны духом победителей. после победы, к сожалению, было не все однозначно. Вот выходной день и празднование шло только до 47-го года. С 47-го по 65-й год, ну, какое-то умолчание, это связано было с приходом Крущева к политическому управлению, не упоминались ни военачальники, видные, ни сам Сталин, как генералиссимус эпоху войны. Вот только в 65-м году, когда было, праздновалось 20-летие победы, вот, эта идеология победы, она вновь пробудилась, вот, еще, тем более, были живы участники войны, носители той, тех знаний и той правды. И вы помните, в Александровском саду в 67-м году могила неизвестного солдата, вечный огонь стал уже, так сказать, ну, как бы, практикой для многих городов, в том числе Рязани. И вот, ну, а затем, к сожалению, как-то все затихло, и, например, с 91-го по 95-й год у нас не проводились парады. Вот в 95-м году, опять, годовщина, 50 лет победы. Ну, слава богу, вспомнили, и ветераны, ветеранов вспомнили, вот, и возобновили вновь, вот, интерес населения, страны, идеологии победы. Ну, а, таким драйвером, вот, этой идеологии победы, конечно, послужили вот марши бессмертного полка, хотя я хочу сказать, что это была не находка только журналистов, по-моему, Омска, в 1914 году они вот придумали это шествие. Я посмотрел историю, оказывается, в 65-м году учащиеся одной из школ в Новосибирске тоже прошли с портретами погибших. потом, по-моему, это было в Красноярске спустя два года, то есть, такие подобные были, но они просто не получали широкого распространения, поддержки где-то организационной, и они не носили массу характера, а уже в 2014 или 2015 году мы видим уже участвует 500 городов вот в этих акциях. Но это, вы думаете, все время добровольно? Ну, где-то здесь вот... Я думаю, что все-таки это стало модой. Нет, где-то просто было заорганизовано, я согласен, кстати, для того, чтобы поднять численность, план по валу, ну, определяются цифры. У нас любит это дело. Да, у нас любит, к сожалению, вал по плану, план по валу. Были задействованы административные ресурсы, не без этого, вот, но, тем не менее, это, конечно, спорная, но интересная инициатива, потому что, вы знаете, есть как люди, которые, эту идею приветствуют, а есть еще и критики, критики с содержательной стороны, вот, но все-таки это массовая народная инициатива, которая проявилась, как я сказал, уже в 65-м году в Новосибирске, в 85-м году в Перми, вот, в Омске в 2014 году, ее надо оставить народной, она должна без казенного такого подхода, она должна быть действительно массовой. Не заорганизована. Не заорганизована. Сколько пришло, столько пришло. Нет, дело в том, что заорганизованность, к сожалению, она, ее фальш часто видна, и потом вызывает, как бы, определенное отторжение. Однозначно отторжение. Я думаю, я думаю, что надо просто поддерживать вот эту инициативу на массовом народном уровне, но ни в коем случае... Как, впрочем, и все движение патриотическое. Согласен, согласен. Хотя... То есть не сгонять туда. Ну, конечно, есть понятие государственного патриотического, конечно, государство тоже должно свою играть роль, но оно не должно действовать здесь вот топором. Здесь, конечно, должен быть такой, ну, достаточно деликатный и духовный подход. Хорошо. Теперь о государственном патриотизме. Ложка дегтя в бочку с медом патриотическим. Я считаю, в армии есть очень хороший принцип. Делай, как я. Да? Если ты патриот своей страны, патриот, патрия, Родина, значит, ты должен не только на словах, но и на деле это демонстрировать. Но у нас учат нас патриотизму люди, которые в кому, не в коме, а в кому, понимаете, о ком я говорю. У российской элиты или политической эстеблишмента детишки, как правило, учатся и живут на Западе. И активы и там же. И активы 500 триллионов. На каком патриотизме мы можем наверху говорить? Ну, если 50 триллионов рублей выведено за 20 лет из России, о чем это говорит? В офшоры. И я, вы знаете, я честно делю это патриотизм народный. Это, ну, это из души идет, потому что русскую душу и все-таки трудно убить чем-либо. Это раз, а уж там где-то наверху, на самом верху, я считаю, очень много показывают. Ну, не могут они сказать, делай как я. Ну, согласен, здесь есть о чем размышлять. И эта тема не одной программы. да, хотя вот смотрите, кстати о программах, да, говорите. Я совсем, как бы, дело в том, что, помните, мы с вами ставили передачу травма в обществе, общественная травма. Понимаете, вот есть понятие еще ретравматизации, вот, чтобы не было этой ретравматизации, избегать этой ретравматизации или повторной травматизации, война была травмой большой для общества. Она осталась в исторической памяти на генетическом уровне. Делю мир и война. но я помню настроение, еще помню настроение 95-го года ветеранов, которых было еще много, можно было встретить людей на улицах. Это были не только дети войны, как сейчас, это были настоящие фронтовики. И вот, к сожалению, иногда слышались такие горькие высказания, что мы победили, а живем хуже побежденных. Вот, к сожалению, вот, это тоже тот момент, который нужно помнить. То есть, победители не должны жить хуже побежденных. Они должны жить лучше. Они заслужили это. Они это заевали, но, к сожалению, вы знаете, многие из победителей ушли не вознагражденными за свой подвиг. Это тоже обидно. Ну что ж, вот на этом мы заканчиваем программу параллелей о патриотизме. Начали нас упрекать, то, что вы там, в Рязанской области, какие-то дебилы сравнили Казахстан и Рязанскую область, вот и там, о патриотизме, сейчас начнут на стрелы критические пускать. Вы там разговаривали. А почему мы не имеем права? Чем мы хуже этих высоколобых, рафинированных москвичей, которые живут в Приорбате и они практически не знают, что такое Россия. Мы знаем, что такое Россия, почему мы не можем поговорить о патриотизме. Но они Россию знают только по дорогам, на которые они не суются. К сожалению, это так. Поэтому мы говорили и будем говорить на те темы, которые нам нравятся. И я считаю, что Россия как произрастала провинцией, так она и будет. а не москвобадом. И это тоже, на мой взгляд, патриотизм. На этом все. До встречи. Благодарю гостя Юлия Венемича Герайскина. Москва-бад мне, конечно, кольнул Новым годом то, что происходило на Красной площади. Это было очень обидно, потому что хотелось бы видеть веселящихся русских людей только. Я не выступаю с точки зрения какого-то национализма, просто было удивительно, что вот. Было удивительно то, что произошло. Было удивительно, то, что произошло и как произошло. Ну, на этом, наверное, все. Спасибо вам. Спасибо. Продолжение следует...